Здравствуйте, прелестники и прелестницы! С вами я, Светлана Прель. И я в совершенно непонятном состоянии, в какой-то медитации, не медитации. Всё это виновница Марина Вовченко, которая сегодня у меня в гостях в прельских тезисах. Маришка, привет! Что ты со мной сделала? Да. Немножко помедитировали. Вот, она со мной немножко помедитировала. Скажи, пожалуйста, вот я долго думала, думала и придумала, вернее, вру, не долго я думала, я быстро придумала. Вот у тебя лысый красивый череп, а я решила, а у меня будут голые ноги. Вот такая вот история. А вот почему ты с босыми ногами уселась, я вообще не поняла. Хотя бы какая-то компенсация, понимаешь? А ты взяла, всё испортила и башмаки тоже стянула. В йоге на шпильках сложно. Ну, там, да, вообще. Ну, в общем, короче, у нас уже с тобой есть некая похожесть, мы уже с босыми ногами. Абсолютно. И нормально. Скажи, пожалуйста, знаешь, что я хотела тебя спросить? Вот ты психолог, да, тренер йог, многодетная мама, и много-много чего, блогер. Вот. И мне хотелось бы, чтобы ты порассуждала, знаешь, на какую тему. А блогер, он не является таким неким суррогатом журналистики. И вообще, непрофессиональные журналисты, может быть, и породили блогеров. Вот как бы ты на эту тему порассуждал? Что ты думаешь? Что-то в этом есть. Есть, да? Да, вообще блогеры – это многостаночники. Это люди, которые совмещают в себе много профессий, много направлений, разные деятельности. Кстати, также встречаются блогеры-журналисты. Я не знаю, насколько профессиональные или непрофессиональные. А вот блогеры, вот как бы ты дала определение, кто это такие вот блогеры? Кто это? Люди, которые ведут свой блог. Вещают людям, своим подписчикам о своей жизни, о том, что они видят, свою точку зрения показывают, дают возможность поразмышлять, где-то, может быть, поспорить, найти свою истину. Потому что споры всегда – это самая интересная тема. Ну, согласна. Там, где есть спор. Ты даже вызываешь на некий спор, да, провоцируешь немножечко. Я это, да, специально делаю. Чтобы какие-то вопросы такие провокационные. Обязательно, да. Да, и так далее. Ну, смотри, сейчас в этом Инстаграме, да, вот целая жизнь, и каждый мечтает вот тоже, как у тебя, чтобы было миллион там и больше этих подписчиков. Ну, вот скажи, но все что-то там рассуждают, все себя что-то строят, да, но не у всех получается, как у тебя. Вот в чем твоя фишка? Вот объясни мне, пожалуйста. Наверное, в том, что я не боюсь критики. Я ее очень люблю, я признаю хорошую, качественную критику, и поэтому я показываю людям себя настоящей, такой, какая есть. Ну, некоторые настолько себя показывают настоящими, насколько есть, что готовы вывернуться наизнанку. Поэтому у меня такое... Ну, это переборчик. Да, а вот ты чувствуешь, ты хочешь сказать, ты чувствуешь, что-то грань, где переборчик, а где не переборчик. Ну, конечно. Я тоже себе иногда позволяю какие-то вещи, могу и ругаться, нецензурно выражаться, могу и очень обнаженные фотографии, загрузить даже где-то провокационные видеоролики, но, тем не менее, стараюсь не перешагнуть некую черту дозволенности, потому что, ну, тоже надо... Я, может, и с удовольствием, я такая безбашенная могу, но все-таки соблюдаю какие-то... Ну, ты сама допетриваешь, вот, например, вот здесь надо немножечко этой провокации запустить, а здесь надо так немножко поспокойнее. А здесь вот, да, вот ты сама как-то интуитивная. Разумеется, да. То есть ты ведешь свой блог абсолютно самостоятельно. От начала до конца, и тексты сама все пишешь. А с какого года ты в этом Инстаграме живешь? С 2013... Сейчас скажу. 13-й. Ой, нет, 14-й. Ну, то есть давно, да. А ты сразу эту фишку уловила, что это такая полезная история? Нет, Свет, я, во-первых, совершенно не планировала заводить Инстаграм и в дальнейшем развивать его как поле там блогерское, развивать себя дальше там как тренер, как йога-инструктор, как психолог, показывать свою жизнь. Я не собиралась, потому что я завела Инстаграм для... исключительно, как многие-то делают, для просмотра там каких-то пабликов, фотографий, интересных видеороликов. Тогда еще они были по 15 секунд, видеоролики. И обычно, бывает, загрузила, пользуюсь. И смотришь, о, тебя читают, да, какой-то отклик есть, да? Даже не то, что читают. Люди начали комментировать, какие-то комментарии оставлять. И меня это удивляло, потому что, думаю, эти люди не знают меня, и что им нужно, собственно, зачем они мне пишут. И ждут от меня, причем, обратную связь. А я так понимаю, что это, наверное, некультурно, оставить человека без ответа, и начала с ними общаться. Вот, кстати, я тоже, как я недавно там, я тоже считала одно время, что это неправильно, меня так воспитывали, что если человек мне что-то пишет, то надо, ну, я считаю, своим долгом ответить. Да, да. Вот как с тобой поздоровались, и ты должен поздороваться. У тебя, извини, миллион двести, если напишет, ты что будешь миллиону двести отвечать, здравствуй, здравствуй. Ну, я так утрирую, там не только поздороваться. Ну, хотя бы через три-четыре комментария что-то оставить. А какой момент ты поняла, что да, я, Марина Вовченко, блогер уже считаюсь, не просто там обычный пользователь, я уже реально блогер, у меня есть своя позиция. Я поняла, Света, я сейчас скажу, ко мне приехала немецкая съемочная группа из Германии. Они вышли на тебя через Инстаграм? Они вышли через Инстаграм, когда у меня было что-то в районе 120 или 130 тысяч подписчиков. И это, ну, это как у нас первый канал, такой же немецкий канал. Они приехали ко мне, сделали большой фильм обо мне. Что, кстати, потом тоже помогло с продвижением после выхода. Очень много наших сограждан, которые живут в Германии, начали мне писать. То, что, Марина, мы вас видели, там очень интересная передача вышла о вас. В общем, классный, очень интересный сюжет сделали. И после этого, да, я поняла, потому что стали звонить другие телепередачи, каналы, пятница, второй канал, приглашать на съемки на разные. Ну, то есть тогда уже, да, конечно, поняла, что я интересую людей уже как личность. Ну, вот я тебе честно скажу, в Инстаграме, я просматривая всю эту историю, я, откровенно говоря, считала, что самые интересные посты у меня. Несмотря на то, что я там недавно, а еще когда я узнала, что мои длинные вот эти посты, да, или как там, посты или посты, кто как говорит, еще и читают мужчины, а как мой супруг говорит, неужели эту хрень дочитывает кто-то до конца? Ну, наши мужчины не всегда это понимают, да, могут понять. Это самые лучшие критики. Да, я поняла, я поняла, что если ого, если мужчины читают... Светлана Астрель, муха прилетела. Это домаш животное, не обращай внимания. Как будто весна. Весна, весна, любовь, Астрель. Вот, но скажу тебе честно, листай, листай, я вдруг наткнулась на тебя случайно, никто мне не порекомендовал, и я прям зависла. Я прям зависла, потому что, ну, а образ у тебя, да, такой вот, который заставляет вот посмотреть. Но черепушка лысая, это одно, она у тебя красивая такая, красивой формы, невероятно красивые глаза. А дальше я, женщина, залипла на твою, извини меня, красивую попу. У тебя очень много фотографий, и они, вот эта природа, и красивое тело, и вот эта вот твоя гибкость кошачья, которую ты показываешь, и на видео везде, и всюду. Я, женщина, зависла. Я представляю, что там делается с мужчинами. Я вот на это смотрела, и когда я начала тебя читать, вот, я поняла, что мне нисколько содержание нравится, что в каждом слове искренность и честность. Вот я такая, какая есть, ребята. Хотите, нравится, хотите, не нравится. И в связи с этим у меня, знаешь, какой вопрос. Вот можно стать миллионщиком, если ты не покажешь голую задницу и голую грудь, даже если они красивые? Можно. Конечно, можно, да, абсолютно. У меня даже, так, Светочка, скажу, у меня больше направление к фото-ню, тоже не просто так. Это очень близко и тесно связано с моей основной деятельностью, профессией, это йога, это фитнес. И я не могу людям рассказывать о том, что вы мне поверьте, у меня там под кофточкой где-то хороший красивый плоский живот, и где-то под джинсами, если вы там найдете, рассмотрите, у меня хорошие круглые ягодицы. То есть я обязательно... Это культ тела. Нет, я понимаю, культ тела есть. Но ты же, опять же, показываешь. Вот, ребят, смотрите, можно сфотографировать вот одно и то же тело. Я могу вот так вот сфотографироваться, сгорбиться, какой-то живот надутый, неправильный ракурс, неправильный полосвет. А можно так? И вот я же, Марина, да, я могу сфотографироваться так, что у меня будет осиная талия, попа, как у Кардашина, и так далее, и так далее. Опять же, какая-то обманка. Но это же не значит, что если ты оголилась, ты там, например, ну, не знаю, не встала в какую-то такую сказочную позу, которую знает Марина, да, Вовченко. Или ты не применила фотошоп или какой-то фильтр. Это же не говорит о том, что и под кофточкой, и без кофточки у тебя именно так. Это же все равно некая иллюзия. Абсолютно, да. Но ты говоришь о том, что если Вовченко выставила себя обнаженной, то это именно так. То есть привыкайте к этому, да? Вот, кстати, хотела сказать как раз вот еще один момент, заметить, что есть блогеры, которые много делают фотографий в купальниках, хорошие дорогие съемки заказывают, делают фото в стиле ню, но они далеко не ушли. То есть это, наверное, какая-то изюминка или особенность именно моя. Вот я хочу ее понять, понимаешь, Мариша, вот то, что вот я зависла, почему я зависла, я начинаю рассуждать, да, мне нужно понимание, как и любому другому человеку, почему из миллиона, тысячи, там, миллиардов, не знаю, чего-то там, вот эти все страшные цифры, почему именно мой взгляд остановился на тебе. И в чем еще была приятно удивлена, я встретилась с тобой на мероприятии, да, и я увидела, что абсолютно нет короны, и ты такая, какая есть, и ты в своих постах или постах, хрен бы с ним, ты такая, какая есть. То есть нет никакого, ой, она там вот в Инстаграме вот такая, а в жизни она другая. Но единственное, я думала, ты немножко повыше, помощней, вот единственное, что. А так вот все настолько искренне, сколько бы людей к тебе не подходило. А я часто хожу на мероприятия, не видела, чтобы за звездами, которых принято называть звездами, столько бегали, как за тобой. Причем поклонники, которые готовы тебя накормить, нападить. И любят меня, да. Да, одеть тебя, приласкать, все, что... И ты с такой лучезарной улыбкой, и не было ни одного такого жеста. Ты наблюдала со стороны. Да, я наблюдала. Я наблюдаю за тобой давно, и я посылала в космос запрос «Очень хочу Марину Вовченко». «Хочу Марину хочу!» Ты знаешь, если, блин, что ты хочешь, это будет... Да, то получит. Блин, мне сказали громко не смеяться, а я не слушаюсь. А я, кстати, здесь на 100% согласна. Есть запрос, есть цель, к ней обязательно придешь, и тебе это вернется. Скажи, Мариш, по чесноку. Вот бритый череп, это тоже такая фишка? Нет. Нет? А с чем связано? Вдруг женщина лишается... Вот это же красиво, длинные волосы. Света, я вот, если честно, скажу тебе так, что будь у меня настолько дальновидный взгляд или продуманный пиар-ход, я бы это сделала еще раньше. Но я не знала, что... Подожди, ты начала вести Инстаграм с волосами или без? У меня была первая фотография с волосами, первая-вторая, а потом уже без волос. То есть я как раз на фотографии первая слив... Самое-самое начало лиснуть, там, по-моему, май, нити. Это же куда? Это же два года будешь листать? Нет. Самое-самое начало. Две минуты вот так быстро пролиснуть, да. Да, у меня там за четыре года даже трех тысяч фотографий нет. А-а-а, да? Я очень, да, скупа на просто фоточки. Я их обязательно сопровождаю текстами. Текст готов, могу опубликовать и фоточку. Ну, это в какой момент? Вот ты, женщина, говоришь себе, а мне эти волосы не нужны. Я сейчас расскажу, Света. Я первый раз побрилась, когда я родила первого ребенка. И я мужу говорю, Валера, хочу что-нибудь на голове поменять. Он говорит, делай что хочешь, только брюнетку не красят. Думаю, о, нормально. Ну, не брюнетка же, в конце концов. Нет, точно. Вот, я сделала короткую-короткую стрижку с прикольной челкой, почти рыжая. Походила недельку-две, что-то мне надоело, неудобно. Это надо время опять укладывать, подкрашивать. Вот, и близняшку свою сестру прошу. Ириш, побри меня наголо. Валера же сказала, брюнетку не красятся. Ну, я же его услышала. Ну, побрила. У меня муж так, ого. Я говорю, ну, как тебе, Валерочка? Он говорит, слушай, супер. Но у меня Валера, конечно, на все это изначально посмотрел с корыстной целью, потому что я была такая, можно сказать, блондинка, светлые волосы. В какой-то момент вообще блондинка. Волосы длинные, да, попа густые. То есть яркая внешность, привлекающая мужчин. Большая грудь, блондинка. Ну, все понятно, талия, попа. Классика жанра прям, светлые глаза. Да, это просто, это просто чудо. А тут он думает, опа, какая классная. Меньше внимания будет привлекать. А тут он, конечно, ошибся. То есть он измучился. Он ошибся здесь. Ну да, у него были даже такие моменты, когда стоим на заправке, он сидит в машине, я говорю, я пойду заправлю, заодно кофе возьму. Пока я иду до двери, за мной уже кто-нибудь хвостом. То есть он говорит, блин, Васильевна, ты еще даже два метра от машины не отожрал, у тебя уже телефона тут просят. Я говорю, ну, Валера, ну что? Нет, у тебя еще энергетика такая, понимаешь? Я это прекрасно понимаю, хоть я и брюнетка, о чем ты говоришь. У меня такая же фигня, только вид сбоку, понимаешь? Но мне кажется, вот красивых-то много, но вот именно такие красивые, вот как ты, да, это энергетика. Вот у тебя искрящиеся глаза такие, вот хочется в них смотреть, улыбка просто, ты улыбаешься, все, это отпад, отпад всему. Ну, это так, ты сама это знаешь, сама это понимаешь, как и я, все прекрасно понимая. Когда мне сегодня стилист-визажист красил, она говорит, блин, вот сучка, вот такая вот прям сидит и понимает, что она красивая. Да, 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 женщина должна, когда внутренне, она понимает, что она, да, я нравлюсь, и что дальше, и тогда вот это чувствуется, да. Ну, в общем, ходила я в таком образе, как родила первого ребенка, то есть первый раз побрилась, ходила в таком образе недолго, потому что я забеременела вторым ребенком, и ходить беременной с большой грудью, у меня своя грудь 4+, и она, когда с молоком увеличивалась во время беременности до 9-го размера грудь. То есть, представляешь, картина, я на Змеи Горыныча была бы похожа. У меня такая же, у меня как три головы. Это, то есть, маленькая лысая голова, грудь больше головы и живот, но вот только хвоста не хватало. Вот я тебя понимаю, у меня такая же была история. И поэтому мне пришлось их отращивать, чтобы хоть как-то образ немножечко изменить. Быстро волосы растут, на самом деле, у меня волосы, ногти, это прям очень быстро, отросли с первой беременностью, ой, со второй, после того, как побрилась. Затем родила третьего ребенка, Верочку. Они уже там несколько раз стригла, меняла и цвет, и палитру. Отросли до ягодиц. Я сижу такая на пляже. У меня был такой еще сложный, переломный момент психологический. Я родила третьего ребенка, Верочку, непросто как-то мне все это далось, хотя роды хорошо прошли, морально непросто. В мае попадаю в больницу, у меня дети болеют ангиной, я попадаю с пневмонидой сторонней в очень сложной форме. Я несколько раз в течение дня сознание теряла, потому что уже все, кислород совсем, гипоксия происходит постоянно. Плохо, очень плохо себя чувствовала. Попадаю в больницу, близняшки нет в России, и старшая сестра тоже улетела, некому даже помочь. Муж с тремя детьми, Верочке 4 месяца, и все с ангиной лежат дома. Майские праздники, а я уехала в пульмологическое лечиться. И лежу такая, смотрю в потолок, думаю, вот что ты приперлась сюда, в эту больницу? Тут жалость на себя, да, примерить. Внимание больше привлечь не можешь. Лежишь, болеешь, подыхаешь, вот это как последнее тут. Ждешь, когда к тебе прибегут на коленях, о любви будут говорить. Ну, что-то меня поднакрыло. Не знаю, как это назвать. Но это какая-то прям злость на себя, ты говоришь прям. Абсолютно. Это полное разочарование в жизни. Несмотря на то, что только родила третьего ребенка, вроде бы все хорошо, отлично. Потому что у меня и третьи роды в начале сложности были, так как я отрицательная, отрицательная кровь. У меня было кровотечение сильное. Две недели под капельницами лежало. Сохранили меня, разумеется, мне жизнь, и еще ребенку, то есть Верочка. Вроде бы наоборот радоваться, жизнь дорадоваться. Вот не знаю, что со мной произошло. И таким образом я укатила в больницу. Меня так быстренько увезли туда, сразу под капельницей. И вот полежала там недельку, подумала, поразмышляла. Доктору, говорю, главврача вызвала. Говорю, можно мне домой? Он говорит, ты обалдела? Говорит, месяц. Я говорю, вы в своем уме у меня трое детей болеют. Он говорит, так, Марин, давай, говорит, с тобой сделаем рентген. Смотрю, в каком-то состоянии. Но, говорит, я не уверена, что я тебя смогу отпустить. Делает рентген, а у меня затянулись, зарубцевались воспаления. Он говорит, как так за 7 дней? Я говорю, ну вот, видимо, большое желание. Это, кстати, один из первых таких практических упражнений было, что значит наше сознание, как оно влияет на наше тело. Я говорю, вы знаете, у меня просто большое желание жить появилось. Я уехала под расписку, уехала. Через неделю я уже была на море, бегала вдоль моря. Сильно похудела, очень сильно. То есть это где-то килограмм на 10 меньше, чем сейчас. Совсем плохо выглядела. Бегала вдоль моря, очень тяжело было восстанавливаться. Легкие вообще не хотели работать, откаживалась. Это ты интуитивно поняла, что тебе надо выбираться из больницы? Конечно. Надо идти бегать и ехать на море, бегать. Ты сама себе эту программу задала, никто тебе ничего не подсказывал. Нет, никто ничего, все сама. Приехала домой, детей более-менее от ангины откачала. Ну так, кашляю. Но ангина долго проходит. Уехали все вместе на море, вдоль берега бегаю. Сижу, потом откашливаюсь, откашляюсь более-менее. Сижу на море, смотрю, думаю. Вот так чуть не подохла в этой долбанной больнице. Вот, а если бы что случилось? А я тут сижу еще, мысли гоняя в голове, как надо жить. А если вдруг кто-то что-то скажет, а если кому-то не понравится, то пошли бы все нахер, надо делать то, что ты хочешь делать. Взяла машинку и побрилась. В общем, я поняла. Ты знаешь, что новая жизнь у женщин начинается словами. Да пошли бы они все нахер, надо жить так, как ты хочешь жить. Абсолютно. Вот, и у меня просто моя новая жизнь тоже началась. С этих слов. Пошло бы все нахер. Я 20 лет просидела дома и совсем недавно вырвалась. Меня так надолго не хватило. Да-да-да, меня хватило. Ну, я такая мамашка тревожная была, не знаю. Но, в общем, дело не в этом. Каждому свое время, но я так поняла, что, видимо, у сильных женщин именно с этих слов начинается новый путь. И вот, Свет, стоило избавиться. У меня такое ощущение, как будто приток сил, энергии. И мне стало хорошо, легко. Потом уже появились новые фотографии меня без волос. Ну да, ну вот смотри, все-таки и желание остричь волосы. А говорят же, что это силово, да, с древнерусских времен. У меня, наверное, это что-то в обратную сторону. А у тебя по-другому. Ты чувствовала это как балласт какой-то, да? Как будто, да, вампирят меня эти волосы. Прямо высасывают всю мою энергию. Мне с ними не очень комфортно. Ну, у тебя сильная интуиция, и ты поняла, что тебе все для тебя. Надо избавляться, да. Ну, а у сестер твоих все, с этим все... Все отлично, да. С волосами все нормально. Да, да, блондинки, все у них хорошо. Ну, раз ты четко понимаешь, что волосы тебе не нужны, сейчас я с своей, как говорится, широких штанина, я из груди достаю тебе подарок от наших партнеров. Вот, центр эпиляции, да, вот, 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 видишь, ты туда пойдешь, и окончательно они тебя избавляют от этой проблемы. Ты знаешь, это очень вовремя, потому что кто-то борется с тем, чтобы волосы росли, а я хочу избавиться, чтобы их вообще не было нигде. Прямо никогда не росли. Вот, 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 центр эпиляции на проспекте мира, он ждет тебя с простертыми руками, может, даже ногами. Ой, Светочка, спасибо большое, это классно. Раз я увидела, что это твердое решение, все, значит, тебе эти волосы действительно не нужны. Смотри, какая история. Распрельские тезисы, я все время, у меня рождается в процессе программы некий тезис. И вот о чем я подумала. Я читала твои посты или посты там, кто кому как нравится. Публикации. Да, публикации, статьи, неважно. И почитала некоторые комментарии. Но это не только тебя касается, это, наверное, сущность такая человеческая. Когда пишут комплименты, мы это воспринимаем как данность. Ну, да, это так, грубо говоря. Условно, условно. Ну, я не видела ни одного комментария, чтобы, например, сказать, Марин, какая вы чудесная. А ты мне сказала, да что вы, открой глаза, какая же я чудесная. А, в этом смысле, я опровергать не буду, конечно. Естественно, да. То есть если нам говорят комплименты, мы охотно в это верим. И принимаем их. А приори, что нам говорят искренне, да. Хочется в это верить. Но если какая-то критика, то если эта критика нам не нравится, мы называем ее неконструктивная. Либо мы говорим, да господи, завидуйте нам молча. И еще какие-то словечки там нагромождаем. То есть все-таки, либо там, даже если мы не отвечаем, это тоже некое непринятие. Ну, так, на бессознательном уровне. Это не хотим. Это нам не надо. Это по нашей самооценке может ударить. У нас самооценка сложилась, и нечего на нее нападать. Ну, так вот, интуитивно. Поэтому я, знаешь, о чем подумала? Чем больше подписчиков, тезис мой, который ты либо опровергнешь, либо подтвердишь, чем больше подписчиков, тем меньше самокритики. Вот как ты к этому отнесешься? Как ты порассуждаешь на эту тему? Нет, самокритика к подписчикам не сильно относится. Не к подписчикам, к себе. Вот чем больше тебе комплиментов... Я же говорю, самокритика все равно остается. То есть не имеет отношения к этому. Ни больше, ни меньше, ни от количества подписчиков не зависит. Это, наверное, знаешь, что даже и не синдром отличника, потому что я с ним никогда не страдала и не болела. Это еще можно отнести к человеку, который действительно хочет все сделать на 5-100%. Это больше, знаешь, я люблю делать чистую работу. Я люблю, чтобы она нравилась мне в первую очередь. То, что я делаю. Это главный критерий оценки. Конечно, да. Мне нравится. Дальше. И если будут... Смотри, 100 тысяч тебе говорят, Марина, ты чудесная. А, например, там 20 тысяч вообще не нравится ни о чем. Или возрастает количество подписчиков, и уже миллион 200. Миллион тебе, например, говорит, что ты офигенная, а 200 нет. Свет, не поверишь, у меня, знаешь, очень такая простая позиция, я часто отвечаю хитерам, я очень люблю критику, я уже говорила, я к ней никогда не отношусь болезненно, за исключением хайпа, какие-нибудь грубиянства, причем чаще даже не в мой адрес, а моих подписчиков, потому что эти люди преданы, они следят за мной, и если я вижу, что кто-то слева залетел и начинает там сеять... Раздур какой-то. Конечно, я их предупредила, удалила, заблокировала. И поэтому отслеживаю. То есть я же там хозяйка. Я себя веду как хозяйка. Я стараюсь на самотек не пускать. Да, это твоя страница, не нравится, да сведу. Вот я здесь хозяйка, это мой дом. Да, я частенько, если я вижу, что человек не понимает, не слышит мои просьбы поменять как-то отношение к моим подписчикам или изменить свой комментарий, потому что я говорю, я удаляю ваш вот этот хайп, и пишите что-то иное. Научитесь, говорю, хотя бы посылать меня красиво. То есть можно же и послать. Если ты меня не любишь, пошли ты это грамотно, красиво. Я пошел нахер, а вы идите за мной. А можно ли к вам на вы? Можно. А не пошли бы вы на... Понимаете? Ну, то есть это можно красиво сделать. Да, согласна с тобой. Я это ставлю, я это принимаю, потому что человек умеет тоже красиво выразить даже свой негатив. А есть у тебя такое, что ты немножко воспитываешь своих подписчиков? Часто делаю. Это какие-то у тебя есть приемы? Во-первых, в прямых эфирах. И во-вторых, так как я давно веду свой профиль, я обязательно комментирую снизу, то есть обращаю внимание. И даже иногда, там, раз в полгодика я посвящаю посты этой теме. То есть за 4 года я хорошо так воспиталась. У меня мало хамов осталось, очень мало. Да, смотри, еще не приживаются, и слава богу. Они уже, они убегают на какие-то другие страницы, где вдруг что-то увидели обо мне, они там могут вылить уши от дерьма. Но это их уже личное дело, потому что это не мой паблик, и что вы там будете делать, мне все равно. Ну, ни для кого не секрет, что всем охота, чтобы было много подписчиков. Сейчас прям такая гонка за этими подписчиками. И я поверю, что в самом начале, вот когда ты начала, все было как-то по чесноку. Не особо этих накруток было, да, вот как-то вот действительно... А мне изначально сейчас так? Ну да, нет, у тебя я верю, потому что давно в этой истории, да, я говорю про новичков, которые сейчас, вот которые сейчас или недавно, я не особо верю, что там все по чесноку, да. И правильно делаешь. Да, вот, я об этом хочу поговорить. Вот если сейчас начинать эту историю, есть какие-то такие фишки, вот что работает, грубо говоря, вот все хотят, какие-то курсы, я не знаю, ходят, какие-то деньги сумасшедшие отдают, отдают, чтобы научили, как с инсты работать. У меня сложилось ощущение, что это чистая лотерея, какие-то топы, не топы, хэштеги, муштеги. Вот я в это вообще не верю. Мне кажется, это чистая лотерея. Выстрелы, не выстрелы, смотреть, что ты... И опять же, чего ты там... Ну, над этой лотереей можно поработать и постараться. Ну, вот, у вас есть все-таки какие-то правила и фишки? Да, да, есть. Обязательно мы, в основном, и визуалы, мы любим красивую картинку. Это не говорит о том, что это должны быть всегда профессиональные какие-то фотографии или вылизанные, смонтированные ролики. Очень грамотные, очень идеальные. То есть надо все-таки... Раньше это было модно. Раньше это работало, и люди шли на такие паблики, где много было идеального. Да, а сейчас? Идеализировали. Сейчас любят натуральность. Все настоящее. Эмоции настоящие, фотки настоящие. Пусть, да, там будет какая-то складочка. Люди поговорят про эту складочку, еще актив вам поднимутся. Соскучились по-настоящему. Конечно, в виде там 200 комментариев. И есть фишка еще, если стоит под фотографией 50 комментариев, постарайся ответить каждому, будет 100 комментариев. Актив сразу возрастает. А правда сейчас говорят, что лайки не имеют значения, не имеют значение комментарии? Даже комментарии покупаются. Ну, сейчас все покупается, но вот новичку, чтобы ты... А, и это не имеет значения. Не имеет, абсолютно. А что тогда имеет значение? А это надо уже смотреть. Если рекламодатель просит, например, рекламу купить, он в первую очередь запрашивает статистику. Статистику роликов ваших, статистику, сториз. Что у вас там вообще, общую статистику? Ну, и что, если ее накручивают, она будет хорошая статистика? Нет, статистику получаешь, видеоролик, и там видно, кто тебя боты ставил лайки или комменты. А, то есть это все видно? Да, в статистике все видно. Так, а дальше? То есть нормальные люди, которые разбираются, давно вытоварятся, они моментально просекают, где обман. А, так. То есть первый момент, красивая картинка или видео, но только не должно быть это чересчур правильно, то есть вылезано. Это должно носить характер естественности. Ни в коем разе тоже не, как бы-то, не пишем тексты очень сложно, очень заумно. Люди тоже не... Попроще надо, да? Да. Я иногда, мне приходится корректировать тексты, если я смотрю, как-то я сложно, с психологической точки зрения написала, какие-то тезисы применяла, которые люди не понимают, и для того, чтобы услышать меня, им придется гуглить, о чем это. То есть это тоже неправильно. Есть тоже такой момент, что, типа, не пишите длинных текстов, которые переходят в комментарии. В моем случае это не работает, потому что у меня люди любят читать то, что я пишу. Да, у меня тоже любят читать. Большие тексты. А 90% конечно лучше покороче писать. Ну, то есть, получается, смотри, смотри, на какую публику ты работаешь. Вот твоя публика, она читает, да? И вот, видишь, длинные тексты для нее, это нормально. Для другой публики 2-3 слова, и дальше они утомляются. Ну, значит, соответственно, те, которые утомляются направо, те, которые любят читать, пойдут к Марине Вовченко или к Светлане Приль. Да. Это тоже длинные тексты. Слушай, слушай, значит, по фотографиям я тоже поняла. Сейчас не надо прям, чтобы были совсем ученицы. Видосы тоже заходят, да, еще работают. Видосы, да. И желательно, чтобы они были информационные. То есть не только снять, смотри, там, котики, а еще что-то к ним добавить. Должна быть интересная история. Чтобы тоже можно было поспорить под этим видеороликом. Ну да, задаешь какую-то все равно тему, да? Тему для споров. Обязательно. Если ты дашь человеку информацию, где ты совсем полностью согласен и доволен, он что, напишет, да, все круто, все хорошо? И да, и тема закрыта. Ну, он махнет головой и пойдет. А хочется, чтобы люди поднимали актив. Лайки, кстати, тоже сейчас не все ставят. Вот, например, на моем паблике, да, кто поставит лайк на тему, что женщина изменяла. То есть поставила лайк, согласилась? Женщина, которая изменяла. Разумеется, она ставить не будет. Ну да. Поэтому я лайки тоже не всегда рассматриваю, как что-то там... В общем, накручивать бесполезно, да? Это ненужная история, все равно это все видно для профессионалов, это раз. Второе, значит, ну, фото, понятно, должно быть естественно, вообще все естественно. Информация должна быть на видюшке, но она должна быть короткая, да, долго тоже не смотрят. То есть поэтому сториз сейчас больше рулит, чем сами посты вот эти. И то, актив сториз упал за последний месяц, да, у всех блогеров люди тут подыхали. А вот эти хэштеги, видишь, сочиняешь вот эту мутатинь, что это такое? Да, если ты ловишь публику на определенную тему, то, конечно, хэштег нужен, да, вот если у тебя юморной паблик, то не забывай ставить хэштег, там юмор, весело. То есть люди все равно через поисковик ищут. То есть ты предполагаешь, просто хэштеги рождаются, ты предполагаешь, как бы ты делала запрос, да? Вот, как бы ставишь на место своего читателя, да? Вот так это происходит. Да. Если это магазины, обязательно надо не забывать ставить там платье, красные платья. Вот ты сама, если что-то ищешь, например, да, туфли, там туфли, правда, туфли на шпильке. Так и набиваешь, правильно? Так и ищешь. И тот, кто поставил хэштег, тот молодец. Ты найдешь их первыми. А ты скрываешь, сколько стоит пост в твоей инсте? Нет, не скрываю. Это дорого? 75 тысяч пост и 35 тысяч сториз. О, офигенно, я тоже так хочу. Так, давай вернемся еще поговорить. Это я один из самых доступных блогеров-миллионников. Обычно от 100 и выше у всех цены. То есть вот такая примерно ценовая политика, да? Да, у нас еще любят, если ты где-то там засветился в плане там на телевидении или где-то пел когда-то давно в каких-то старых группах, то обязательно ты уже считаешься медийной какой-то личностью. И там цены другие. Я же, блин, звезда, поэтому там уже 200-300, до миллиона можно договориться. Ты звезда. Но это работает, да? Вот то, что ты даешь какую-нибудь рекламу по какому-то там товару или чего-то, это реально работает. Но мы всегда советствуем. Я даже здесь с рекламодателем, если я не уверена, зайдет их реклама или нет, я им всегда советую. Давайте попробуем, протестируем через сториз. Если там ваша целевая аудитория и ваш товар интересен для моих подписчиков, то сделаем уже пост. То есть я просто так не люблю. Я не люблю, да. Мне это радости не принесет. Я хочу, чтобы человек тоже остался довольный. Но вот когда ко мне обращаются тоже за рекламу, у меня вот такая фишка. Мне, я так долго завоевывал, ну как долго, неважно даже сколько по времени, но если завоевал, да, репутацию, доверие своих подписчиков, то мне так жалко в один миг это все вот, чтобы растворилось. Я тебя сейчас разочарую. Есть ВКонтакте, в Фейсбуке есть группы, где обсуждают рекламы у блогеров. И там очень много несправедливых комментариев, где я точно знаю, например, что моя реклама зашла и человеку принесла работу на несколько месяцев вперед, где человек заработал несколько миллионов на одной моей рекламе. А он пишет, что реклама, сука, не зашла. Так и хочется зайти и рожу намылить. Да, да, да. А как ты узнаешь, что зашла реклама? Ты какую-то отслеживаешь это как-то? Нет, мало того, мне даже пишут в директ, в личку, то, что Марина, спасибо большое, воспользовалась. А, вот так. Мне человек, да, потом, ни мне не написал, ни лично, ни администратору помощь, кто у меня по рекламе тоже занимается, на звонки отвечает. Он просто берет, пишет в этом паблике, что не зашла. С какой целью, я не знаю. Вот я могу предположить, что там какие-то свои у него есть, какая-то своя выгода. Ну да, да, да. Так, ну мне, в принципе, все равно. Ну да, согласна. Если я буду углубляться в каждого, на себя время не найду. Да согласна, ты востребованный человек, что у тебя отвлекаться на всякую ерунду, это точно. Ну, конечно. А еще у тебя, значит, так как ты йога-тренер, тренер йоги, или как там это все называется, ты собираешь какие-то марафоны, группы, вы куда-то едете, ты что-то там вещаешь, просвещаешь. Ой, Света, у меня не только группы, я собираю йога-туры. Их у меня уже более 20 даже больше. И сколько народ собирают в среднем? По-разному, смотря куда лечу и за сколько начинаю собирать, от 15 до 50 человек. То есть там уже еще от меня зависит, сколько я готова взять, потому что я, бывает, практически не делаю набор, там человек 15 взяла, как говорится, отбила свою путевку и все, и улетела. Чтобы маленький коллектив был, с которым будет приятно работать и меньше, ну, и менее энергозатратный. Ну да, да, да. Или у меня есть еще марафоны, фитнес-йога-марафоны с психологией, приложения. Еще делаю семинары по стране, летаю. Ну, отлично. То есть у меня все в направлении фитнес-йога-психология. Это ты тоже сама к этому пришла? Конечно, да. Сначала с себя начала, а потом начала вот это вот. Я тебе даже так скажу, не столько сама пришла, сколько мне, уже меня подтолкнули мои подписчики. То есть Марина, ну, когда уже было почти 100 тысяч, Марина, почему вы не тренируете людей, там, ну, учите йоги? Появилась такая потребность. Да, потом фитнес, потом психология. То есть когда пишешь посты, и пришлось вот все это идти учиться. Понятно. Все, ладно, давай теперь вот прям пошагово мне скажи. Человек, который вот только зарегистрировался в Инстаграм, что ему надо сделать, чтобы он стал тоже известным, популярным? Давай предположим, что у него есть там харизма, там, не знаю, череп квадратной формы, неважно что. В общем, что-то у него уже изначально есть. Что ему надо делать, чтобы он тоже стал успешным? Какая-то основа должна быть. То есть нужно немножечко наполнить свою страницу каким-то контентом, оригинальным, интересным. Не просто вот фоточка, нет, что-то. Какие-то небольшие тексты, хорошие фотографии. И только после того, как человек наберет хотя бы тысяч пять, десять человек, через хэштеги, через сам подписался, и на него подписались. А, вот так вот, на кого-то подписался выше, тебе в ответ. Да, 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 через полгода, сейчас еще появилась визитная карточка, где ты ее оформил, и на визитную карточку тоже, по-моему, там человек десять сразу заходит. Что за визитная карточка? Она вот только-только в обновлении появилась, еще сильно не углублялась, но знала, что она тоже работает. Визитная карточка, фотографии, видеоролики желательно, сейчас стали любить видео. Я тоже заметила. Если фото, то это должно быть что-то интересное, оригинальное, где хочется остановиться и рассмотреть. Да, да, да. Таких уже тяжело сделать фото карточек, чтобы они прям привлекли внимание. И уже где-то пять-десять тысяч набрали, можно делать ВП, взаимный пиар. Находишь блогера с таким же количеством подписчиков, примерно в той же тематике, и предлагаешь, пишешь ему в Дерек, предлагаешь, не хочешь ли ты сделать ВП, взаимный пиар, ВПшку. Ты мне ставишь пост, я тебе. Я должна про кого-то написать? Про этого человека, у которого такой же паблик, с таким же количеством людей, а он про тебя. То есть договариваешься уже на сутки ставим, на два часа ставим или просто в сторис давай поставим. И потихонечку, постепенно начинаешь пошагово набирать обороты. То есть щупать. Ага, люди не зашли. Почему? Значит, меняем контент. Значит, что-то добавляем. Когда уже раскрутил немножечко больше, 20-30 тысяч подписчиков, можно уже покупать рекламу у других блогеров, крупных пабликов. То есть более-не менее. То есть себя пиарить со 150 человеками бесполезно. Ну и конечная цель в итоге, для чего все это делается, чтобы зарабатывать, правильно? Это бизнес. Уметь монетизировать Инстаграм, это тоже непросто. Это не Ютуб, где у тебя там после определенного количества просмотров монетизация происходит. Мне когда первый раз предложили, вопрос задали, сколько стоит ваш пост. Я такая, мой пост стоит? Да, да, да. Сейчас я к этому привыкла уже. А раньше я даже как-то стеснялась, как это пост стоит. Да, что-то меня купить хотят. Мариш, а все-таки что лучше заходит? Голая мысль или голая задница? Мысль, конечно. Мысль. Разумеется. То есть все-таки обращает внимание, что ты доносишь. Света, очень важно эту мысль правильно тоже оформить, как голую задницу. Согласна. Но все-таки вот если рассуждать курице, лейцо, яйцо и курица, то здесь голая мысль основа все равно. Разумеется. Ну, опять же, надо тебе эту мысль с первого слова. Чтобы ап и взгляд. Так, слово, где ты готов читать дальше. У тебя что-то появляется. Спор, сопротивление к этому тексту. Ты начинаешь, ага, что-то в тебе называется. Какие-то эмоции рождаются. Конечно, все, тогда зацепило. Скажи честно, ты зашла на мою страницу в Инстаграм? Еще нет. Не, ну как мне называть? Ты называешь, на С называется, ночка заканчивается. Обещай, что ты зайдешь. Опять вовчинка получается. Обещаю, Светочка. Это ж надо изучить. Я ж не хочу просто зайти вот так промотать. Нет, конечно. Найти время. И дай мне обратную связь. Да, мне надо углубиться. Я не люблю... Ну вот целый блок ты выкинула, понимаешь. Я хотела поговорить о себе любимом, о своей странице. Какие ошибки, может, не ошибки. Ну ладно, окей. Зато я на твое, естественно, зашла. И ты там пишешь, люблю путешествовать, люблю путешествовать, но мужа своего бубнилку в путешествия не возьму. О чем бубнит, что ты любящая жена, любящего мужа, не хочешь путешествовать. Подожди, у меня в статусе не написано любящая жена, любящего мужа. Не написано. Это просто мой Валерочка. Давай там. А, Валерочка? Это не муж, это Валерочка. Да, это Валерочка. И потом, знаешь, отдых все-таки есть отдых. Если я в этом отдыхе получаю негатив, и меня он начинает тянуть, раздражать, я заряжаюсь какой-то энергетикой деструктивной, это нифига не отдых. Вы сколько вместе? 15 лет. Во. То есть, если я хочу отдохнуть, я это делаю. И если я с мужем полечу, я это тоже сделаю, но тогда мне придется его прогибать под себя. А зачем? Да, отдых должен быть отдыхом. Если он кайфует вот здесь, вот так, почему его должна на аркане тащить? Я его потащила в Париж. Ему все не так, все не эдак. Понимаешь, и улицы узкие, и лягушки невкусные. Слушай, у наших мужьям надо отдыхать вместе. Очень все похоже. Да, да, да. Главное, чтобы у них столовка рядом была, пивко рядом, и все. И поспать только. Да, да, да. Понимаешь? Зачем меня туда везете? Я это видела в интернете. Абсолютно. Женщина, закуска и вино. Все, больше ему ничего не надо. А я, блин, мне посмотреть на башню, мне по реке, мне же всю историю Парижа надо знать. Правильно. Поэтому получается, почему вы... Здесь мы расходимся. Да, какой успех счастливой, долгой семейной жизни. Вот мы 23 года живем. Я говорю, спать отдельно, отдыхать отдельно. Это номер один спать отдельно. Вот, и тоже за это. Значит, вы не любите друг друга. Это фигня полная. Это как мне. Значит, это не любовь, Марина. Какая любовь? Да, какая такая любовь. Какая любовь? Я говорю, здрасте. Отдохнуть женщине. Как она хочется. Нет, подожди, Свет, раньше же вообще помнишь в царские-то времена у каждого свои палаты были. Мужчины, женщины, и все спали на север, чтобы темно до обеда. Да, да, я говорю, я нахожу к мужу на свидание, красивое, при параде, в духах. В конце концов, сексом можно и на кухне заняться. А что, для этого обязательно в одной комнате спать? Не обязательно. Даже не нужно, даже противопоказано. В нашем случае. Нет, кто хочет, ради бога. Кому это нравится, переплетение рук и ног. Вот ты мне не доказывай, я на 100% согласна. Нет, это я как бы для тех, кто мне тоже, значит, вы не любите друг друга, значит, то, значит, это. А я считаю, что если ты круглые сутки со своим рядом находишься, 24 на 7, и даже летаешь с ним на протяжении 20 лет, значит, ты ему просто тупо не доверяешь. Вот и все. Вот и все. И закончено это. Все просто, да. Нас это устраивает. И закончилось с этим браком. Да, нас это правда устраивает. Нет, вообще каждый должен устраивать свою жизнь, как им нравится. Ну да, не навязывать. Да, не навязывать. Это не так, это любовь, не любовь. Он вообще любит рассуждать, знаешь, про эту любовь. И знаешь, в какой позиции? Что такое любовь, мы не знаем, да, не можем объяснить. Я даже забыла, был такой какой-то психолог, забыла, правда, как его зовут. Он пытался изучить эту тему, изучал долгое время только вот этот вот феномен любви. Потом бросился к чертовой матери, сказала, ничего не понимаю про эту любовь. Потому что одним любовь, это 20 сантиметров любви и оргазм три раза за ночь. Неважно, что она все это без хлеба доедает, понимаешь, и что он еще и других помимо нее имеет. А для другой те же гладь, Божия благодать, любовь. Согласна. Все индивидуально. Но зато, когда не любовь, мы четко знаем. Мы это как бы, ну, в общем, говорю. Я поняла. Это не любовь. Да, что такое любовь, мы не знаем, но точно понимаем, что вот это вот не любовь. Вот такие вот. Выбилось из рамок все понимание любви. Да, совершенно верно. А ну, к нам долго прививали это, понимаешь? Я думаю, что... А может быть, когда есть какие-то правила более-менее спокойные, понятно? Ну, смотри, вот мы любим, да, там, к Европе вопросы задавать, еще что-то. Подсматривать за ними. Да, 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 да. Но там, кстати, давно уже относительно спокойно относятся к отношениям. И брак это уже рассматривается более как партнерские отношения. Первая стадия ваших отношений, это, конечно, букетный период, конфетно-букетный. Потом это семья, это дети. А дальше дети выросли. Что у нас остается? Опять букетный? Ну, мы же не можем в обратную сторону развиваться. То есть там уже переходим в новую стадию отношений. Где вы уже друзья друг к другу, любовники, братья, сестры. Хорошо, что братья и сестры. Абсолютно, да. Ты можешь с мужем как с братом поговорить на разные темы, ты можешь с ним как с любовником сексом заниматься, ты можешь с ним как с мужем, как с папой пообщаться даже. Ну, да. Просто с разных колокольниц посудить, там, какие-то темы поспорить. А вообще быть замужем, это удобно, это хорошо, комфортно в твоем случае? Вот если пауза возникла, значит, спорный вопрос, потому что, ты знаешь, я достаточно... Ты сама сказала, надо в постах писать что-то спорное, вот тебе вопрос. Да, ты знаешь, я вполне самодостаточный человек, менять ничего бы не стало. Ну, я тебе точно скажу, что я никогда в жизни не убивалась. Неважно, первая это любовь, вторая, третья. И поэтому я просто, ну, фиг его знает. Для меня хорошо, у меня есть дети, у меня есть муж, отец моих детей, он их любит, он очень много понимает и помогает с ними. То есть я его как отца своих детей видела постоянно. То есть есть муж, отдельная история, есть дети, отдельная история. То есть рожают, мужа не подпускают к детям, муж видит своих детей только, когда детям уже 10 лет. То есть у меня здесь 100%. Папа вот такой офигенный, очень внимательный муж, Марья Васильевна. Вино какой страны в это время суток вы предпочитаете? Даже так? Да. Ну, как интерес, какие у вас игрищи интересные. Он очень любит, да, Марина Васильевна, у него губерния, у нас же разница большая в возрасте. Какая? 25 лет. У него губернии, у него сударыня, то есть моим подружкам он не будет. Тебе именно это понравилось в нем? Вот это необычность или что? В нем есть то, что умирает в настоящем мужчине современно. Как ты красиво сейчас сказала. Понимаешь, он именно умеет ухаживать, и не только за мной. Он умеет проявить уважение к моим подругам, им уделить внимание правильное. И ручку поцелуют, пришли они в гости. Сударыня, поцеловала ручку. Слушай, как интересно. Галантный мужчина, да, умеет. Поэтому это классно. Дети на это смотрят, они же учатся. Конечно. Юра мне сегодня с утра чай быстренько сделал, яичницу пожарил. А Юра это кто? Сын. Ага. Все оформил. Это второй муж? Да, да, да. У меня, кстати, многие пишут мечтаю. Такого мужа, как Юра. Юра умеет готовить, и он очень внимательный, очень галантный тоже. Это сколько, Юрид? 11. 11 лет? Да. Это старший, да? Средний. А, средний. А старшему? Дочке 13. Ага, 13, 11. И 5. Ой, как молодец. Вчера Верочке вспомнилось. Да? А мы сидим не в одном глазу. Стрелец? Да. Я обожаю стрелец. Я сама стрелец. А, да, стрелеметка. Да, да, стрелеметка. Поздравления, Доте, от всех от нас, от всех прельских тезисов. Да, точно. И, кстати, у продюсера моего, у моей Алены, тоже декабрьская, тоже стрелец. В общем, все огненные. Главное, чтобы пожара не было. Мы умеем тушить. Да. Любовью. Да, да, это точно. Вас по-другому не затушишь. Это точно. И с нами, и нас нельзя к стенке прижать, нам только договориться. Я же вот так. Да, 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 это точно. Любовью, только любовью. Да, любовь вообще, не знаем, что это, но точно знаем, когда это не любовь. Кстати, вот так и рождаются, да, интересные цитаты. А вот смотри, ты тоже вот в посте рассуждаешь на тему, что лучше, любить или быть любимой. Быть любимой. Почему? Мне очень сложно любить, если честно. Детей, да, у меня прям башни сносит, я их люблю. Если бы у меня был один ребенок, он бы захлебнулся от моей любви. Это плохо. Это уже такая нездоровая любовь. И то, что их трое, мне здорово. У меня хватает на троих. Но ты прям сама, без нянь, без помощи. У меня нянь нет, да. У меня муж. Помогал муж. Я смело могла ему доверить грудного ребенка. И он такой молодец. Но он уже взрослый. Он подходит к детям, к воспитанию, к семье ответственно. То есть это не так, что беременна, и все, я пошел. А почему мужа с ним не показываешь в Инстаграме? Несколько раз делала фоточки с ним. И что? Ну, он не публичная личность. Я уже говорю, Валера, ну пора бы, ну классно же. Он как мочканет какую-нибудь тему забавную. Вот я бы с удовольствием ролик сняла, знаешь, с ним. То, что он умеет вызвать эмоции в людях. То есть ему это не надо? Не потому что ты не хочешь, ему это не нужно, да? Знаешь, он уже сам личность, он физик. Так, подожди, он сам личность. То есть те, кто в Инсте еще самоутверждаются? Я имею в виду не публичная. То есть он физик, он в другом направлении. Ты видела, чтобы физики вели свои паблики? Нет. Что-то как-то не очень, да? Потому что им там поговорить не с кем. Это не значит, что там люди тупые в Инстаграме. Это значит просто, что единомышленников там мало. Они могут быть на каких-то других форумах физиков, журналы. То есть он статьи пишет, эксперименты проводит там. Да, часами общения ему хватает, но только на своих темах. То есть физика, введенные гравитационные поля. Может, и про завод еще, про алюминий поговорить. Ничего себе, молодец. Вот, кстати, по поводу этих умнейшей. Я тут наткнулась, как доктор, известный всем Комаровский, говорит о том, что неинтересно, понимаете, то, что я рассказываю. Рассказываю, рассказываю. Причем он действительно клево рассказывает, очень доступно, никаким там заумным языком. Вот у меня подписчиков меньше, чем у какой-то там, не знаю, Фроси Бурлакова, условно назовем, у которой там пятый размер груди и огромная попа, как у Кардашьян. Вот в чем это вот, почему так происходит? Как бы ты просула? Ну, интересно же, правда, этого Комаровского слушать. Ну, мне интересно. А у него подписчиков практически меньше, чем у этой груди. Ты правильно заметила, Свет, тебе интересно. А все ли того же уровня осознания? Хорошо, тогда смотри. Я не говорю, что тупый, но просто ему надо еще проще язык сделать. Куда же проще-то? Ну, уж куда там. Ну, совсем как с дебилами, что я разговариваю. Это неуважение к людям, ну и к себе в том числе. Ну, можно, а ты как людей поднимаешь? Как Элечка вот это вот? Приходится спускаться, приходится в моральном смысле спускаться на одну ступень, на две, осознание, уровень осознания спустить, свою корону себе снять. Не получается, лопатная поправить. Подожди, ты считаешь, что все-таки есть коронность, ты считаешь, что у тебя какие-то... А ты представляешь, как тяжело? Ты спускаешься, ломаешь себя к ним, чтобы что? Для того, чтобы им разжевать. А там не засосет, как болото. Нет, не засосет. Ну, ну, ну. Если ты про работу, не засосет. Ну, хорошо, все, что... Разжевать, донести людям, чтобы они немножечко выше тоже поднялись. Я откуда все-то знаю? Я же веду марафоны и сама много набрала вручную каждому отвечать. Люди настолько, я не могу сказать, тупят. Я скажу так, настолько невнимательные, что элементарных вещей не понимают. Вот просто два притопа, три прихлопа. Марина, а как попасть в марафон? Я пишу, вы уже в марафоне. А как мне понять? А как выйти отсюда? Нет, дальше вопрос. А как мне это понять? Я говорю, так у вас в подписках этот марафон. Как вам понять? Я говорю, я не могу к вам домой приехать и за вас все это сделать, чтобы открыть ваши глаза и показать пальцам, куда вам надо смотреть. То есть понимаешь уровень осознания людей? Ну да. Когда я это поняла, да, ну а кто будет себе обучать? Нет, это я согласна. Но ты как бы обучаешь, подсказываешь. Вот сейчас в марафоне, сейчас вы уже вышли из марафона. Это все как бы... Психологию веду на доступном русском языке, прям как для школьников. Это взрослым людям. Да, ну ты там и с матерком прям можешь, я слышала. Да, спускайся, конечно, я же тебе говорю. То есть понятное дело, что если я вот выступала в Олимпийском, я там не материлась на сцене. Ну это да, 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 я понимаю. То есть я же фильтру, где я нахожусь. А я еще вычитала, у тебя будет вот этот марафон, где будет много известных публичных личностей принимать участие. Вот, а какие основные вот тезисы ты будешь вещать? Вот марафон, это я что-то такое вот познала, я вам сейчас расскажу. Это какие основные тезисы? Не так, нет, если марафон, я же совмещаю там йогу, психологию. Но в Олимпийском сейчас будет, да? А, нет, в Олимпийском уже была я. А, уже была? Да, это же был форум. Хорошо, на форуме что ты вещала, какие тезисы основные? В основном, как можно заработать на фитнесе и женщине в сетях. А, вот то, о чем мы сейчас говорим. Да, 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 ну там чуть больше я раскрыла, некий макет рассказала, как он выглядит. То есть, ну опять на доступном языке. Все это делаю. А вот мне некоторые тоже, ну как бы осуждение такое есть. Говорят, Свет, очень интересно читать твои посты, и нравится то, что ты вот с юмором это все делаешь. Но, может быть, не надо так длинно, да, вот некоторые пишут. И не надо, может быть, так заумно. А я, ну, то есть вот как раз про то, что, мол, опустись. А я не хочу опускаться не потому, что у меня корона, да? Да, конечно. А потому что вот я задаю свой тон, хочешь, иди за мной. А хочешь, не иди. Я вот про это, а ты про что? Это да. То, что ты ведешь по своему страницу, но мне иногда все-таки приходится опускаться. Вот приходится чуть-чуть, и даже сама читая, думаю, ну, мне понятно, тебе понятно, а ей не будет понятно. И приходится что-то в скобочки добавлять. Но это, получается, может быть, не опускаться, а может, некое уважение, наоборот, к этим тогда подписчикам, а не то, что опускаться, это какая-то как ломка звучит. Ну, это просто в разрез твоего понимания идет. Ну, можно, да. Я нормально к этому отношусь. Нет, ну, в каких-то случаях допустим. Можно, да, как уважение сказать. Ну, да, да, да. Проявить уважение к людям, чтобы они потихонечку привыкнут. Можно потом уже менять, усложнять. Еще вот, смотри, я заметила, что, ну, надеюсь, я тебя не оскорблю этим, что в твоих постах и текстах совершенно отсутствуют там точки запятые, орфография там просто... Причем ты пишешь, да достались орфографии, ну и что, что я ошибки делал. Вы по сути смотрите и так далее, и так далее. Это ты вот опускаешься, да? Не знаю, не хочу тратить время. Даже не хочу тратить время на это. Некогда. Корова, корова, хрен бы с ним, поняли, что коровы все дальше побежали? Да, абсолютно, да. Ну, то есть ты считаешь, это все какие-то условности, и самое главное, чтобы вы понимали суть, что я хочу донести. Если бы я относилась к категории, например, педагога, преподавателя, русский язык или что-то там, лингвист, я бы, конечно, там каждую запятую вылизывала. То есть следующий тезис, грамотность только для педагогов и лингвистов? Нет, смотри, есть просто некоторые моменты, опять же, у нас, вот я, кстати, когда захожу, я смотрю, кто комментирует по поводу безграмотности, опять же. Безграмотные. Безграмотное слово нельзя отнести, потому что безграмотный человек, который не умеет ни читать, ни писать. То есть они уже тут ошибку допускают, понимаешь? Я же не могу им указать, что они глупые. Я этого не делаю. Ну, да, да, да. Как один мне пишет, я схожу по тебе с ума. Я говорю, сходи раздельно. С ума. Нет, ну если надо гальнуть, да. Но меня это почему-то не задевает, Свет, я не знаю. Да меня не задевает, я просто прикалываю. Я, к примеру, когда вот мне комментируют, я уже это даже не замечаю. Других почему-то больше задеваю, чем меня. Но они уже за тебя, ты для них уже часть. Да я изначально не писала, что я лингвист или что я учитель по-русскому. Я изначально себя не преподносила. Ну и правильно. У меня все просто. Я матерюсь, я люблю выпить, у меня йога, я мясоед, несмотря на то, что я йога. У меня фитнес, трое детей и муж 25 лет разница. Как мне это нравится? Все по чесноку. Конечно, я поэтому себе разрешила писать с ошибками. И все. Так скажем, да. Правильно. И студии, которые ставят рамки, а я их убрала вообще. Вот. Хотите сами исправлять их там, я не знаю. Ну вот сильные личности, я говорю, все-таки задают тон. Хочу такой, хочу такой. Нравится, не нравится, принимай моя красавица. Если совсем где-то какую-то грубую допущу, я, конечно, быстренько ее исправлю, где меня указали. Марина, ну вы это вообще... Ну это уж чересчур. Жиши все-таки через... Я написала, да, фамилию Олегрова вообще-то с тремя ошибками. Этот пост я писала, по-моему, в три ночи, я уже спать хотела. Там какая-то мысль пришла. Утром почитала, думаю, господи, как можно любимую певицу написать с тремя ошибками. Самой было стыдно, понимаешь? А вот стыдно стало... Олегрова. Ну хорошо, а стыдно стало, потому что это любимая певица, у тебя есть к ней уважение, или потому что... Ну начнем с того, что это еще и фамилия человека, да? Ну да, да, да. Ну как бы, да, найди секунду, залезь, по гугле, как это написано, если уж... Ну, я уже все, спала. Скажи, правда, что не существует некрасивых женщин? То есть все женщины красивые. Есть неухоженные. То есть вот любую берем, делаем ее ухоженной, и она будет прям красавица. Да, абсолютно. Не поверишься, а если еще, помимо того, что за ней, ну, немножко так поухаживать, за лицом, за кожей, за волосами, там, за ручками, тело привести в порядок, у нее же энергетика поменяется. Хочу такой эксперимент провести, если позволишь. Давай сейчас прям вот придумаем хэштеги, вот какие я должна, выкладывая бэкстейдж нашей программы, какие я должна выложить хэштеги. Давай сейчас покреативим. Какой примерно пост, вот ты бы написал, я бы написал. Сейчас коротенько, не надо прям вот. Вот просто на ходу, как бы мы сочинили. И что у нас, зайдет или не зайдет? Давай попробуем. Просто вот такой эксперимент живой проведем. Сейчас закончится программа, да. Я выставляю бэкстейдж. По твоему совету, примерный пост. Ставлю хэштеги и хочу посмотреть результат. Как это по чесноку реально работает. Ага, ставишь психология. Так. То есть первый хэштег мой психология. Психология, да. Йога, голая йога, юмор. Так. Обязательно. Девушки. Девушки. Голые девушки. Все-таки я же без голых никуда. Так. Да и мы же про хэштеги. Да, давай, давай. Которые больше всего набирают. Так. И что нам еще надо поставить? Ну, а вот эти ставят, Непрельские тезисы, там, Светлана Прель, это или это не обязательно? Нет, это кто искать будет? Не будет. Нет. То есть это я не раскручиваю свой хэштег? Абсолютно нет. То есть это не обязательно? Этот хэштег ты делаешь для удобства в своем паблике. А, поняла бы. Или, да, ну, когда много статей, например, как у меня пишут, Марину, сделайте определенный хэштег для своих фотоуроков. Я фотограф, да, ну, там какой-то, у меня он есть, да, фотоуроки с Вовченко, с Мариной. То есть по этому хэштегу они уже в моем же паблике быстрее находят видеоролики, которые им помогают сделать правильную фотографию. А еще мне говорили, можно какие-то отвлеченные вообще не по теме ставить эти хэштеги. Я говорю тебе, а при чем тут голые девочки мы с тобой? Ну, у нас многие голые, хрен его знают. Можно как-то связать. Вообще все можно связать несвязуемо. Да, поэтому ставим такие самые... Есть, кстати, можно... Нет, ну я имела в виду вообще, например, там чемпионат мира, ну, грубо говоря, вообще не все. Да, можно и так, почему нет? Да, 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 можно. Мы всем все, что угодно. Бузова. А мне еще говорили, что их должно быть ровно 12, ни больше, ни меньше. Это я первый раз слышу. А, вот, ты первый раз слышу. Ну, окей. В общем, я ставлю вот эти хэштеги, ставлю бэкстейдж. Отмечаю тебя, это играет какую-то роль, что я тебя отмечаю? Да, да, конечно, частенько смотрят на мои страницы, отмеченные, кто меня отмечает. Ага, значит, я тебя отмечаю. И что, и смотрим, наберет ли больше у меня там что, лайков, комментариев, чем обычный мой пост. Такой проведем эксперимент, да? Да. Все, замечательно. И в конце вопрос какой-нибудь интригующий. Как вам, Марина, в общем, кто с ней знаком? Вот именно... Ну, давай, вот сформулируй вопрос, я прямо от тебя его и сделаю. Хороший вопрос заходит. Значит, знакома ли вам Вовченко? Так. Можно просто вот так поставить. Там начнется опять игра разумов. Да, знаю, классная. Кто-то пишет, вечно она голая. Ага. Это споры. Так, так, так. Она вечно бухает, она матерится. Да, 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 да. Всегда у людей возникают какие-то такие вот комментарии пишут, оставляют. Тоже активно поднимает, хорошо. Ну, окей. Вот смотри, например, я сейчас навскидку делаю пост, и ты меня сейчас подкорректируешь. Значит, я все выставляю, хэштеги, которые ты мне посоветовала, ставлю. Ты еще это дело проконтролируешь после программы, чтобы прямо вот здорово было, как положено. Да, все это оформим. И смотри, примерно такой пост я пишу. Снимаю программу, очередную программу «Прельские тезисы» с Мариной Вовченко. У нее не только голый череп, но у нее и голые откровенные мысли, душа нараспашку. Знакома ли вам эта девица? Ну, к примеру. Вот что уже, какие ошибки, может, я уже совершила, чтобы ты подкорректируешь? Нет, ты знаешь... Но это так скользко, понятно, что текст там другой. Про голые мысли замечательно. Например, голые мысли о девушке на миллион. О, супер, голые мысли о девушке на миллион. О, шикарно. Ну, у меня же миллион двести. Да, 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 круто. А там можно и тоже фантазировать. В общем, дорогие мои будущие подписчики нынешние, а также подписчики Марина Вовченко, которая вскоре, я надеюсь, будет и моими подписчиками. А вновь, а почему бы нет? О, Маринка вообще не жадная, супер. Абсолютно, нет, я люблю, когда мои девчонки приходят на хорошие паблики, где много интересных мыслей, можно почитать, что-то нахвататься мудрого. И люди, они же смотрят, они же меняются. Для меня это очень важно. Да, да, я согласен. Я в этом смысле не жаденая, и для меня немаловажно, в каком обществе растут мои дети. Его надо все-таки менять. И мне для тебя ничего не жалко, забирай тоже моих. В общем, обменяемся подписчиками. Дорогие наши подписчики любимые. Сейчас мы все это дело сделаем, вот то, что вы сейчас услышали. Вот, программа, конечно, выйдет позже, и о результатах я обязательно сообщу. И Маринка тоже сообщит. Да, как оно сработало. Да, как оно сработало. А еще Маришка обещала зайти на мой Инстаграм. И посмотреть. Приемлижнее подчеркивание Свет, посмотреть и конструктивной критикой меня одарить. Я тоже не боюсь критикой. А что это только конструктивно? Я не боюсь критику, но ты меня только... Не, ну а если ты просто напишешь фигня, ну что это... Здрасте, Марина Вашенька зашла и сказала, фигня. Нет, я так мало не могу. Ну, она много скажет, фигня, фигня, фигня. Херня, фигня, отстой. Харень полная. Подожди, вдруг тебе понравится, а ты сейчас загипнотизируешь народ. Ну, в общем, короче, все заходим, все критикуют. Загипнотизируй, это если я скажу наоборот еще с отрицанием. Нет, не делайте это, люди сразу побегут. То есть это очень хорошо работает. Ну да, не читай. Не смотри. Информация только для девочек, мальчики, проходи мимо. Сказал, проходи мимо. Они обязательно туда пойдут. Ну, это уже, да, чистая психология. Да, да, это... Ленивые могут дальше оставаться на диванах, остальные читают. То есть понятно, что это будут сейчас читать все. Да. Ну, в общем, короче, сейчас мы... Или в начале 18, там, матерные слова, все, всем надо прочитать и написать. Марина, ну можно же без матов? Не можно. Да, не вовна. Не вовна. А ну да. Такие уловки тоже бывают при меня. Ну все, давай. Значит, я говорю до свидания. И говорю вам в то же время здравствуйте, потому что до свидания здесь. и здравствуйте в инстаграме, вот, и здравствуйте в инстаграме Марина Вовченко. Все смотрите «Лысых и босых» на миллион девчонок. С вами была Светлана Апрель и Марина Вовченко, которую я обожаю, а сейчас обожаю еще больше. Спасибо, Светочка. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова